Давайте вместе воскликнем «Слава Господу нашему!» Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышнему. Иногда полезно задать вопрос, а кому же благо, когда мы славим, и кого мы должны прежде всего облагодетельствовать? Слава-то Ему, и благо должно быть Ему. Пожалуйста, заметьте свои места. Дорогая Церковь, будем рассуждать над Словом Божьим. Не хочу продолжить, но тему веры. Она всегда актуальна, она всегда важна. В предыдущем своем слове проповеди мы когда-то говорили о незыблемых основаниях нашей веры, традиции веры, библейской. И мы говорили о пяти очень важных вещах. Только Писание, только веры, только благодать, только Христос и только Господу слава. Это незыблемые основания нашей веры, наших взаимоотношений с Господом. И в этих отношениях, которые мы имеем и призваны развивать, есть две стороны. И я обращаю внимание, что иногда и чаще всего фокус в этих отношениях сосредоточен на нас самих, на наших ожиданиях, на наших стремлениях. Мы что-то просим, о чем-то молимся. И, конечно же, мы хотим быть благословенны. Мы хотим быть успешны. Мы хотим быть здоровы. Мы хотим быть побеждающими. Мы хотим быть избавляемыми от всяких искушений, соблазнов. Мы действительно хотим быть радостными, счастливыми людьми. Или я не прав? Мы хотим быть таковыми, братья и сестры. Кто промолчал, все равно я не верю даже вы, если и раздумываете еще. Потому что каждый хочет, и в этом предосудительного ничего нет. И действительно, Бог верный, Бог по богатству своему, по великой и совершенной любви своей, Он доставляет нам источник этой радости, вдохновляет нас, не перестает нас удивлять. Именно Он делает нас радостными, довольными. Ему все интересно и важно в нашей жизни. Писание интересно говорит, что Он видит всех сынов человеческих, создал сердца всех их и вникает во все дела их. Мы радуемся, вдохновляемся, когда очевидные чудеса происходят. И мы удивляемся, благодарим Бога. Знаете, но даже тогда, когда явных чудес в нашей жизни нет, оказывается, Бог есть Бог повседневной нашей жизни. И в наших обыденных делах, переживаниях, заботах Он не безучастный Бог. Ему интересно. Он вникает, написано, презирая на нас, что, как происходит в нашей жизни. Ему важно это. И Он желает, и Он благословляет нас, даже в обычных наших, может быть, вопросах жизни, земной. Но я хотел бы, чтобы мы не совершили одну очень серьезную ошибку. При всем этом, что Бог нас радует, Бог нас вдохновляет, Бог нас удивляет. В великое приобретение написано быть благочестивым и довольным. И то, что мы иногда считаем себя несчастными, и какое-то недовольство проявляем, и ропот появляется. Не потому, что Бог стал бедным, не потому, что Его рука скудела, а потому, что мы либо не замечаем просто-напросто чем-то озабоченными, либо просто забываем и не ценим то, что Бог дает. Так вот, со второй стороны, очень важно, дорогие, чтобы мы также старались и помнили об этом, сделать довольным и угодить Господу. То есть, больше мы всегда о нас самих, о наших приятностях, о нашем вдохновении. Но мы забываем, что, в общем-то, и Бог ожидает с нашей стороны тех определенных действий, которые бы угодили Ему и доставили Ему довольство. Апостол Павел молится, и это записано в послании Колосиным, 1 главе 10 стих, «Чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему». Вот он молился так о церкви, я не думаю, что мы так слишком часто молимся, а может, некоторые вообще так не молятся. И оказывается, достойно поступать Бога, не угождая Ему, в принципе, невозможно. И он молится о том, чтобы жизнь достойна была христиан, апостол Павел имеется в виду, и они старались угодить Господу. В 1 послании Фессалоникийцам, 4 главе, 1 стихом, он еще больше говорит, «Приняв, как должно нам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Оказывается, что не только просто угодить, но еще и преуспеть. То есть какая-то динамика должна быть, развитие какое-то должно быть в этих отношениях. Я хотел бы, дорогие, сегодня порассуждать, можем ли мы удивлять Господа, и как нам в этом преуспеть. Местописание Евангелия Луки, 7 глава, 1 стиха. Давайте прочитаем эту историю. Где-то части я этими мыслями делился в других даже церквях, но в нашей церкви на эту тему я не проповедовал. Поэтому, надеюсь, верю, что рассуждения над этим отрывком, они будут благословением и для нас в том числе. Когда Он, Иисус Христос, окончил все слова Свои к слушавшему народу, то вошел к Апернауму. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, Он послал к Нему иудейских старейшин просить Его, чтобы пришел исцелить слугу Его. И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для Него это, ибо Он любит народ наш и построил нам синагогу». И Иисус пошел с ними. И когда Он недалеко уже был от дома, сотник прислал к Нему друзей сказать Ему, «Не трудись, Господи, ибо Я недостоин, чтобы Ты вошел под кровь Мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к Тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга Мой. Ибо Я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому, приди, и приходит, и слуге Моему сделай то и делает. «Услышав это, Иисус удивился Ему и, обратившись, сказал идущему за Ним народу, «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу, выздоровеешь. Аминь». Эта история говорит гораздо больше, дорогие, чем можно, может быть, так поверхностно прочитать, о очередном чуде, исцелен этот слуга. На самом деле здесь есть очень важные истины, которые необходимо нам сегодня увидеть, рассмотреть и принять в свою жизнь. Потому что вновь сегодня мы говорим в целом о вере и, в частности, о том, что мы должны понимать и желать быть способными угодить в этой вере Господу. С одной стороны, секрет простой, никакого секрета нет. Все мы помним хорошо местописание, Кевреям, 11 глава, 6 стих, в котором написано, что без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, во-первых, а во-вторых, что ищущим Его Он воздает. То есть Господь конкретно говорит через Свое Слово, что Ему нравится. То есть, в принципе, неверие, оно никак Богу угодить не может. В принципе, никак. То есть, надо, чтобы человек веровал. Потом Господь говорит, в чем эта вера, что Бог есть, что этот Бог реален, что этот Бог слышит, Он личностный Бог. У Него есть ответ. И второе, что Он здесь говорит, что ищущим Его, люди, которые в вере приходят к Нему, ищут Его, Он воздает, Он отвечает. У Него есть вознаграждение, ответ, награда, разумление, помощь какая-то. И знаете, конечно же, когда мы сегодня рассуждаем, все же верующие люди, поэтому для нас вопрос не стоит, есть Бог, нету Бога. Надеюсь, что здесь все люди, которые знают, что Бог есть, и верят в это. И наше знание не столько того, что кто-то доказал, но мы верим, что Бог реален, Он существует, Он действует. Может быть, иногда возникает вопрос или проблемы со вторым утверждением, что ищущим Его воздает, потому что немало людей среди верующих, которые, может быть, так, исходя из практики, реалий своей жизни, считают, что Он воздает, но только не мне, что есть ответ, но только для кого-то, для сестры, для брата, для особо каких-то людей. Не в нашей стране Он действует, в другой стране. Либо действует, но только в жизни пастора-служителя, потому что, ну, они же там пасторы, проповедники, ну, и Бог уже как бы так обязан где-то там, может быть, их поиску ответить. Ну, а для меня кто я такой? Просто люди. Знаете, принцип очень важный, что Бог нелицеприятен. Он невзирает на лица, он нелицемерен. Написано, всякий ищущий, Он будет благословен ответом от Господа. Всякому ищущему Он отдает и воздает. И вот принцип этот подтверждается реальным примером вот этого сотника. Потому что, если так рассуждать, и Библию, истории в ней писали, ну, в частности, евреи, то о многих людях здесь, в принципе, было бы не указано вообще ничего. Ну, по крайней мере, может быть, только негативное, но позитивное точно. Потому что речь идет здесь и язычников, в том числе, о которых говорит Писание. Например, мы помним, там, Руфь-Моавитянку, язычница. И евреи бы точно о ней не написали, наверное. Она недостойна, чтобы в Святом Писании упоминаться. Когда речь идет о Раве, иерихонской блуднице, Господь говорит, подчеркивая ее веру, ну, опять же, там, по-человечески, они бы точно никто не писал. Это не образ, там, условно говоря, для какого-то такого подражания в их бы понимании был. Можно вспомнить риховитов, потомков-магинетян, которых тоже Бог особым образом ответил, и их веру и послушание своему отцу Рихаву, который дал определенные постановления. Но это точно не были израильтяне, то есть, в общем-то, и о них бы они не написали. И вот сотник в том числе. Если бы, конечно, люди писали, то и про сотника бы не написали, потому что он не достоин того, чтобы в Святое Писание попасть. Ну, по крайней мере, в позитивном отношении точно. Вы знаете, удивительно то, что у этого человека, у которого не было в принципе никакого шанса, таких героев не берут, а таких не пишут люди. Но он не просто достоился упоминания, он не просто, хотя имени его мы не знаем, но мы читаем о том, что этот человек удосужился удивить Господа. Написано, он удивился ему, и дальше поясняется, и Господь говорит, такой веры я даже в Израиле не нашел. Этот человек удостоился не просто упоминания, а похвалы от Господа. Он чем-то затронул сердце Иисуса, который изумленно отметил его и поставил даже пример другим людям, и обратите внимание, его окружали не атеисты, его окружали люди, которые имели веру, или, по крайней мере, думали, что неверующие. И он, по сути, говорит, посмотрите, вот эта вера, которая меня удивила, которая мне нравится, мне нравится этот человек, мне нравится его позиция. И, конечно же, в определенном смысле вера сотника, она и вызов тогдашнему окружению тех людей, которые окружали Иисуса, и в определенном смысле и вызов в том числе и к нам, дорогие. Не всякая вера угодна Богу. Я хотел бы рассуждать сегодня, а что же удивило Иисуса в вере сотника? Почему ему понравился этот человек и его вера? Чтобы и нам, в том числе, все-таки ожидаем, молясь о том, чтобы Бог дал нам второе, одно, третье и так далее, радость, чтобы мы понимали, что очень важная часть наших молитву Господь, а что ты ожидаешь от моей веры, чтобы моя вера тебе довольство доставила, угодила тебе. Итак, прежде хочу отметить, что вот это слово «удивился» или «изумился» вообще-то может иметь два и причем совершенно противоположных смысла. Я думаю, что каждый из нас в своей жизни удивлялся. Вообще способные к удивлению люди удивительны в этом понимании. Точно все удивительны, это точно, без сомнения, потому что неповторимые, уникальные. Но я думаю, что мы удивлялись и в том числе в негативном смысле. Иногда люди говорят, «Меня неприятно удивили» или «удивило что-то». То есть, условно, мы можем какие-то ситуации нарисовать, я об этом говорил во втором собрании, там ты работаешь, там на особым счету приходишь, там уважаемый человек, в определенный день приходишь, и тебе говорят, свободен, уволен. Да еще по статье. Удивит это нас? Конечно, удивит. Приятно ли удивит? Точно неприятно. Почему? Потому что ты не ожидал. И вот этот оттенок выражает, может быть, ужасаться, означает возмутиться, буквально быть потрясенным. Знаете, это переживает не только человек. Господь говорит о том, что он тоже дивился, но это удивление было совершенно иной окраски. В Марка 6 главе 6 стихом написано о том, что он, Иисус Христос, дивился неверию их. Он пришел в свое отечество, он пришел в свой город, и написано, никакого чуда там не совершил. Почему? Вдруг сила ослабела? Может быть, вера у Иисуса не стала? Нет. Они соблазнялись, написано о нем. Они не принимали его. Они не считали, что это особый какой-то там человек или выдающаяся личность. Он говорит, так вот же тут, мы знаем его семью, братья, сестры. За кого он себя вообще возомнил? И написано, дивился их неверию. Сына Божия удивила жестокосердие и неверие его земляков. Но есть другой аспект удивления, когда это восторгает нас, радует нас, когда что-то понравилось нам, когда это доставляет радость и чувство счастья, довольства. Я хочу сказать, что вообще, в принципе, одним из проявлений любви является вот это желание доставить довольство тому, кого ты любишь. И крепкие, здоровые отношения без этого, в принципе, сложно и представить. Потому что, когда ты осчастливил кого-то, что-то сделал приятное для другого, то и ты сам переживаешь счастье. И сам себя осчастливил в том числе. Или не так? Вы согласны со мной? Киваете головой, слава Богу, что согласны. Кто-то не знал бы, как продолжать. На самом деле, это очень приятно делать приятное другим людям, доставлять довольство. Мы делаем подарки нашим детям. И, конечно, если они уже не привыкшие ко всему, то они с радостью бегут, мама, папа, подарок кто-то принес. И для них не столько важно, сколько он стоит, этот подарок. С гуманитарки его принесли, самаритянский кошелек его вознаградил этим подарком. Может, даже и вещи не очень драгоценные. Ну, приятно, удивлены. Приятно удивлены. Давайте признаемся, что и мы тоже, взрослые, любим подарки. Людям, когда любим, когда и нам что-то приятное, там даже, может быть, не очень такое дорогое, но тем не менее. И мы даже взрослые люди, нам это нравится. Нам нравится, когда... Я вчера услышал свидетельство одного брата, который рассказал, как в его многодетной семье как-то жена отсутствовала вечером у груда такой немытой посуды. И вот как-то он там, размышляя, решил сделать приятное своей жене. Ну и взялся, значит, там мыть эту посуду, там полоскал ее там сколько там времени, перебирал, сушил, сложил. В общем, жена приезжает домой, приходит, ну, в общем, ее удивлению, приятному, конечно, удивлению, изумлению не было предела. И говорит, я был как царь целый вечер. Почему? Потому что все было для меня. Удивил и приятное сделал, угодил своей жене и самому блага и приятно. Ну, правда, на один вечер, потому что посуда же не только один день моется, надо каждый день мыть. Но тем не менее, помню, как один из служителей рассказывал после холостяцкой жизни, когда первое такое, одно из первых впечатлений, когда он подошел к шкафу, и все его рубашки поутюженные, чистенькие, висят все на своем месте, говорит, угодила жена. Знаете, хочу сказать, жены, старайтесь угождать своим мужьям. Мужья в большей даже степени старайтесь угодить своим женам, доставить довольство какое-то. И, конечно же, повторяюсь, это очень важная составляющая наших отношений – удивить приятно. Но когда мы говорим о наших отношениях с Богом, этот принцип, друзья, тоже работает. И мы, развивая эти отношения с Ним, должны позаботиться о том, чтобы сделать вот это приятное Господу. Пророк Михей, 6 глава 6 стиха, задается вопросом, пророк, с чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление моё и плод чрева моего за грех души моей? И как бы Бог отвечает, о, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить пред Богом твоим. То есть Господь как бы переводит фокус не на жертвы, он там особо обращает внимание, не изобилие этого елея, не множество этих жертв, которые приносились. Говорит, послушайте, вот человек, тебе же ясно сказано, что есть добро и что мне нравится. И он называет эти вещи. И вот в аспекте наших рассуждений о вере сотника, я думаю, что как раз-таки она и соответствовала тому, о чем здесь Господь и в этом пророчестве Михея говорит. Первое, что я хочу отметить в вере сотника, это то, что это был человек, движимый любовью и состраданием к своему слуге. Помните, в Новом Завете Писание говорит, что в их кресте не значит ничего, ни обрезание, ни обрезание, но вера, действующая любовью. Он не читал посланий новозаветних, но этот человек прочувствовал, что его вера в том числе должна быть проявлена в милосердии, заботе и любви. Оказывается, сотник любил и дорожил своим слугой, и именно ради него он послал просить ради его исцеления. Конечно, он переживал, написано, был болен и при смерти, мучения, страдания, это было на его глазах. Я хочу отметить, что он послал ходатайствовать не за себя. Он послал просить не за своего собственного сына, ну, либо там родственника, что можно было бы объяснить, понятно, что близко к сердцу человек воспринимает, переживает, все-таки свой, родной, он посылает просить за слугой. Для того, чтобы больше понять, мы должны вспомнить, что значили вот эти отношения господин раб, или какое было положение вообще раба в той культуре, в том обществе. И много источников, которые описывают и поясняют, что это принципы был бесправный человек на уровне имущества. Один из римских писателей в своей книге разделяет сельскохозяйственные орудия на три таких группы или класса. Говорящие понятно, говорящие непонятно и немые. Так вот, к говорящим понятно относились рабы, люди. К говорящим непонятно относились животные, скот. А к немым относились, ну, просто там, повозки, лопаты, грабли, то есть какие-то орудия труда. Вот представьте себе, что единственное различие раба и какого-то там предмета, это только в том, что он мог говорить. Так они понимали, по крайней мере. Он был на уровне, условно, говорящих граблей, говорящей лопаты и не более. Другой автор римский говорит и рекомендует в своем послании проводить ежегодную инвентаризацию сельскохозяйственных орудий и выбрасывать старые и сломанные. Он советует поступать так же и с рабами. Потому что обычно слабого, нетрудоспособного, больного раба просто выставляли на улицу, бросали как ненужную вещь. Аристотель говорил, у хозяина нет ничего общего с рабом. Раб – это живое орудие. И вот в той культуре, в том отношении к слуге, к рабам, сотник своим отношением к своему собственному слуге ломает все принципы вот этих отношений. Оказывается, есть общего у хозяина или господина с рабом. Оказывается, он что-то тоже важное значит. Написано «дорожил». Не потому что стоимость на выражение было и хотелось, и не хотелось какого-то другого там покупать. Нечто другое было в сердце сотника. Это первая одна сторона. Вторая сторона, что вот это проявление сострадания и милосердия можно было бы, наверное, скорее ожидать от, условно говоря, сестры милосердия. Даже само название людей, которые задействованы в этой сфере, говорит о том, что эти люди, они особенно чутки, переживательны, к чужой боли, положению. Как правило, такие люди ухаживали и ухаживают за людьми больными, за людьми страдающими. У них особое отношение, у них особое расположение сердца. Но в данном случае, опять же, друзья, речь идет не о сестре милосердия. Речь идет не даже не просто о язычнике. Это был воин. Это был человек войны. Это был человек, который имел определенную закалку воинскую, и он участвовал непосредственно в боевых действиях. Это был человек, который посылал нас смерть, и давал приказы на уничтожение. Это был человек, который был сам способен участвовать в этом, и участвовал, и, я думаю, убивал в том числе своих противников на поле брани. И, как правило, люди, которые ведут подобный образ жизни и задействованы в подобных вещах, это люди, очерствевшие эмоциями, чувствами. Это точно не сентиментальные люди. Они были жесткие, может быть, не видели кровь, видели смерть, переживали это, и что-то притупилось в их сердце. И уж точно сострадать они не могут. А оказывается, опять же, вот этот сотник, он опять ломает наши человеческие, может быть, представления, понимания, потому что он оказался человеком мягосердечным и участливым, вопреки всему, вопреки даже тому образу жизни или тому роду деятельности, которой он занимался. Я хочу сказать, друзья, что это определенный вызов для сегодняшнего и человечества, да и христианства в том числе. Почему? Потому что мы, к сожалению, живем в то безумное время, когда люди настолько ожесточены и очерствевшие, что можно услышать, можно услышать явно, может быть, косвенно, но тем не люди говорят, ну что поделаешь, жизнь такая. С волками жить, по волчьи выйти. Мы живем по закону джунглей, выживая сильнейше. Тут не до сентиментов каких-то, не до особо каких-то теплых чувств, выжить бы. И тем самым они пытаются оправдать свое такое бессердечие. Моя жизнь и мое, все остальное меня не касается. Меня просто, употреблю это слово, может быть, коробит или задевает, когда люди больше участия, внимания и заботы оказывают о своих там каких-то домашних питомцах, о кошечках, о собачечках, о рыбках, о попугайчиках, чем о живом человеке. Я за то, чтобы хорошо относиться и к Божьему творению. Я не против этого. Но тогда, когда люди, я помню этот пример, приводил его уже, может быть, там в семье, собачка больше прав имела, которая могла прийти в любое время на кухню и найти косточку где-нибудь в своей тарелке, чем собственный муж той жены, который вообще там никаких прав не имел, и за человека не считался. Друзья, Иисус умирал не за собачек с попугайчиками. Он отдал жертву в свою жизнь за каждого человека. И он, соответственно, ожидает, что его отношение к людям, погибающим людям, неприятным, злобным даже, но оно будет соответствовать и, соответственно, и в нашем сердце в том числе. И, к сожалению, сегодня и боль, и смерть даже людей, она не трогает иногда, а иногда даже раздражает или вызывает какое-то злорадство, чувство, может быть, как люди говорят, ну, так что ж, заслужил, так и надо. Виновен, значит, получил, а зачем пошел, а зачем полез? Я хочу прочитать книгу Амоса. Мы недавно с вами на этой неделе прочитали, надеюсь, и это место, 1 глава 11 стихи. Господь говорит, «Так, говорит Господь, за три преступления Эдома и за четыре не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, а буквально период, говорит, подавил всякое сострадание, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою». Подробно не останавливаясь, хочу просто сказать, Израиль страдал из-за своего неверия. Все бедствия, война, поражение, голод, они были, скажем, определены Господом, эти суды пришли по его воле. Это не была совершенная воля Божья, но это был результат их отпадения, безбожия. Но Бог здесь обличает Эдома и говорит, «Тебе не стоило, видя это бедствие в Израиле, тебе не стоило, вот как здесь написано, подавлять всякое сострадание. Да, я сужусь с ними, но это не дает тебе повода злорадствовать и пользоваться этим моментом». Он говорит, «Гнев будет, не пощажу». Друзья, Бог смотрит на мотив нашего сердца в том числе. И когда мы говорим об этом отношении, здесь сотник к своему слуге, я говорю сегодня и о наших христианских отношениях, потому что даже в самых близких отношениях, иногда в семьях, и между мужем, с женой, между родителями, детьми, знаете, столько жесткости, столько черствости, что этот сотник гораздо лучше, чем сестра милосердия. Потому что чего такое не услышишь, чего такое не увидишь в этих отношениях. Он сострадал своему слуге, а мы иногда, отцы, заставляем страдать своих собственных детей. Горе нам, если так происходит, друзья, если мы потеряли вот эту чувствительность, если потеряли вот эту способность сострадать, проявлять внимание и нежность определенную. Господь говорит, и когда мы читаем о проявлении Божьей любви, то в 1 Коринфянам 13 главе, первым идет долготерпит, а вторым идет милосердствует, друзья. Милосердствует. Любовь Божья, она сострадает, она проявляет уважение, она проявляет заботу. Я вспоминаю какие-то переживания своего детства, в том числе был старшим, и у меня есть младший брат. Так вот, в учебе у меня проблем, как правило, не было. Сейчас не об этом. А у брата всегда проблемы были. Не потому, что он там, может быть, недалекий был, нет. Просто вот, ну, не лило ему на сердце там учиться. Ну, и понятно, что мама стояла над ним. Надо мной она никогда, в принципе, не стояла. Сам учился, сам там готовился, сам отвечал. Ну, а тут, скажем так, она столкнулась с тем, что надо каждый урок готовить с ним. И вот она стоит над ним и говорит, вот это сделай, это напиши, тут поправь, тут палочка кривая, кривая, там что-то еще там. Чем больше она его заставляла, тем больше он такой, знаете, ну, тормозил, до слез доходил. Он сидел там, эти слезы заливали его тетрадку. Тетрадка менялась, полагалась другая. Ну, в общем, процесс такой, знаете, мучительный. Может, кто-то из вас тоже через это проходил. Я со стороны наблюдаю. Знаете, мое сердце, ну, так сострадало этому брату. Думаю, ну, надо же. У меня все просто легко. Да я бы уже сам эти примеры там какие-то там решил бы ему и так далее. Чтоб только проще и легче было, чтоб не плакал, чтоб не страдал. Потому что видно, что он такой несчастный был. И такое чувство жалости в мое сердце приходило, когда мама уже там доведенная, но эмоциях своих говорила, все, если не будешь учиться, тебе в интернат отдам, будешь там в интернате. Конечно, это неправильно, безусловно, друзья. И я еще больше думал, как так, Господи, братан мой, Серега, в интернате, как же он там будет? А как я буду без брата, с кем же я буду тут воевать? Обычно там, знаете, друг с другом там я ему навешиваю. Старше был, три года разница. Власть и сила на моей стороне там. А тут, знаете, ну так я представлял эту картину. Я вспоминаю сегодня в том числе, друзья. Это детское сердце. Но пусть наши друзья тоже окажутся достаточно мягкосердечным. Душа наша, чтобы не ожесточилась, и мы были способны проявлять милосердие. Потому что вера без милосердия и заботы, она фарисейская по своей сути. И Бога, в принципе, не вдохновляет. Бог осуждал такую веру. Второе, на что я хотел обратить внимание, что сотник – это был человек, который ясно осознавал свое недостоинство. Тоже очень важный момент. Это был человек глубоко смиренный. Хотя он знал свою позицию, положение, представлял власть. У него под началом его было порядка ста человек. Почему и был сотником. И смотрите, удивительно то, что именно иудеи, даже не просто иудеи, а старейшины, вожди иудейские, там, в Капернауме, они приходят и ходатайствуют за язычника. Знаете, уже сам этот элемент такой, он о многом говорящий. Это ж надо было умудриться сотнику, этому римлянину, язычнику, умудриться угодить иудеям, что те, которые там, ну, просто считали язычников, как дрова в адском огне, это их участь, они с ними не сообщались, они превозносились, они считали, что не особо избранная господствующая нация, автоматически принадлежность к этому народу обеспечит им царство Божие, никаких язычников в принципе там в царстве Божьем быть не может. Так вот, в параллельном месте в Евангелии от Матфея Иисус тоже их удивил. Знаете, он в данном случае удивил их неприятно, потому что он, сказав им та вещь, которая, наверное, им никак не вмещалась. Многие, он пишет и говорит, придут с Востока и с Запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Как? Язычники с Авраамом, Исааком, Иаковом с отрапезой в небесах, и Господь говорит, да. Потому что непринадлежность особому избранному народу определяет это право войти туда, но вопрос веры. И если вы в неверии пребудете, то выброшены будете во тьму внешнюю, даже если вы считаете себя сынами царства. Но тем не менее они, как я повторяюсь, приходят, и даже, обратите внимание, они, мы тут прочитали, что как они просили, когда убедительно просили, горячо просили, старательно просили. Это не то, что там, ну ладно, там, закинем пару слов перед Иисусом за тебя. Они пришли и доказывали Иисусу Господь, ну, может, напрямую не называют Господь, но этот человек хороший. И этот язычник, он исключение из общих правил. Это особый человек. И он достоин того, чтобы ты помог ему в этом вопросе. И они называют его достоинство. Это действительно правильные, хорошие поступки. Говорит, он любит наш народ. Он уважает нашу веру, наши традиции. И он даже синагогу нам построил. Знаете, это весьма весомые плюсы. На самом деле так. И они говорят, исходя из своих представлений веры, вот его достоинство, и Господь, ну, он достоин, чтобы ты ему помог и дал свой ответ. Знаете, кто из вас был в Израиле, посещал Капернаум, точно мимо этой синагоги или развалины этой синагоги, точно не прошли. Это величественное здание было. Очень красивое, очень, ну, это, по крайней мере, это не какая-то избушка, не хижина какая-то там, которую, знаете, там, ну, нате вам, евреи, построи вам тут что-нибудь. Там построено, если, конечно, это та синагога, оговариваюсь, то там очень прекрасное здание. Там размер только этого молитвенного зала, уже сегодняшним языком, говоря, где-то 20 на 19 метров, там огромная высота и так далее. Даже то, что осталось от этой синагоги, впечатляет, по крайней мере. И поэтому очень тесно вот эти все связанные с библейской историей, то, что мы видим сегодня. Так вот, они говорят, этот человек сделал. И их довод, он достоин. Но при этом Господь, Он идет, готов помочь, Он направляется к дому сотника, но не дойдя до этого дома, приходят друзья сотника и говорят, или предают слова сотника, не утруждая себя, Господи, я не достоин. Евреи говорят иудею, достоин, то-то, то-то, то-то сделал. А этот сотник говорит, Господи, я не достоин, чтобы ты даже под кровь дома моего вошел. Это не проявление какого-то негапстеприимства. Он говорит, я не достоин даже сам с тобой пересечься или предстать при тобой лично просить. И если иудеи взывают к нему на основании его каких-то достоинств, повторяюсь, то он ожидает помощи точно не под своим достоинством, он ясно понимает свое положение, свое бесправие, он ожидает только по милости Господа получить ответ для своего слуги. И вот я тут хочу, друзья, сказать, что по сути есть четыре категории людей. Первая категория атеисты. С ними все понятно. Люди, которые просто Бога не верят. Их принцип «я не верю, что Бог существует». Они считают самодостаточным существующий естественный мир, по сути дела, материалисты. Никто свыше им не нужен и более того, они не верят в это для обеспечения их жизни. И они живут вот так в такой активном, безбожий, в активном невере. Я прочитал и хочу звучать слова одного очень известного человека, потом скажу, о ком речь. И вот он в одном интервью незадолго до своей смерти говорит, «Я хотел бы сказать, что Господь Бог ведет нас по жизненным виражам, но я в Него не верю. Господь Бог не может знать и думать о каждом из нас. Мы сами себе предоставлены. Я уверен, загробной жизни нет и не может быть. Нам дается только одна жизнь, которую мы должны прожить без черновиков, с первой попытки, пытаясь оставить след и быть счастливыми, потому что потом у тебя не будет никакого шанса». Эти слова в интервью сказал Дмитрий Хворостовский. Известный достаточно, певец, популярный. Я думаю, что это был не бедный человек, богатый человек, человек одарованный, безусловно. Это интервью он давал примерно за год, чуть больше, чем за год. До своей смерти умер он в семнадцатом году. Знаете, я почему эти слова зачитал, кто-то скажет, не надо даже эти слова озвучивать в Святом Собрании. Я их озвучиваю не как основание для нашей веры, я их озвучиваю для того, чтобы показать, насколько ужасно неверие. Потому что, кроме последней фразы, которую он сказал, что у тебя потом не будет никакого шанса, все остальное – это ложь. Действительно, потом у тебя уже никакого шанса не будет. но то, что, как он здесь говорит о том, что Бог не может думать и знать. Друзья, Бог может, и он это делает, и думает, и помнит, и знает, и заботится. Мы не оставлены сами по себе, как здесь написано, мы предоставлены, но Бог рядом с нами в разных обстоятельствах нашей жизни. Мы верим и знаем, что есть жизнь после смерти. Мы верим и знаем, что просто так, как он здесь даже пытается объяснить, попытаться оставить добрый след и хоть как-то быть счастливыми. Никакого доброго следа ты не оставишь в принципе, потому что так много. Может быть, были у него эти достоинства, но тем не менее были и недостатки. И страшное состояние. Помните, Господь сказал, сказал безумен сердце своем «Нет Бога». Это страшное состояние человека, который осознанно отвергает своего Творца и не хочет верить в его существование. И при всем богатстве его земном на самом деле этот человек беден и весьма ужасно беден. Оговариваясь, если только он не успел поменять свое мировоззрение и свое отношение с Богом перед своей смертью, я этого не знаю. Вторая категория людей это агностики. Слово агноститизм означает в буквальном смысле непознанный. Это люди, и таких людей очень много на самом деле, которые не отрицают существование Бога, но и не принимают его существование. Они как бы пытаются занять такую осторожную, нейтральную позицию. Их позиция, я не знаю, существует ли Бог. Вот если бы знал, верил, тогда вопрос, зачем тебе тогда вера, если ты знаешь, если наука доказала существование Бога. Эти люди считают, что в принципе человечество не может ничего знать достоверного о Боге, что люди сами выбирают, каким действовать, как жить. Наличие души и бессмертия, загробной жизни для них недоказуемо. Очень часто, наверное, и вы слышали, а кто оттуда приходил? А кто сказал? Помните, знаете такие? Большинство людей, которые живут вокруг нас, друзья, в нашей номинально христианской стране, по своему исповедованию, это чистые агностики. Потому что, когда задаешь конкретные вопросы, веришь ли ты, что Иисус Христос воскрес? Ну, не знаю. А ты веришь, что есть жизнь после смерти? Ну, посмотрим. Посмотреть будет уже потом поздно, потому что ты ничего не поменяешь. То есть, они напрямую не говорят, что нет Бога, они говорят, ну, наверное, есть что-то, есть где-то, конечно же, там, наверное, там, потому что доказать то, что Бога нет, надо быть выше Бога. Поэтому они очень не осторожны в высказываниях, но тем не менее, они те же, какие атеисты в том числе. Если уже говорить Словом Божьим, Римлянам 1 глава 19 стих, что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Известно. Даже через творение, могущество, величие Его, Божья сила Его, тогда как этот человек ищет, он даже в этом находит, потому что оно явно. Третья категория людей – это религиозные люди. Это люди, которые верят в Бога, но свои отношения с Ним они строят на основании своих заслуг, достоинств, их огромное множество. То есть, по сути дела, это попытка удовлетворить Бога своими достижениями, своей праведной жизнью, и, по сути, это и есть вера в личную праведность. И апостол Павел, тогда будучи еще с Савлом, говорит и озвучит, по сути, позицию или мировоззрение таких людей. Он пишет, «Если кто другой» – это Фереписом 3 глава 4-6 стихи – «Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я обрезанный восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова, евреет-евреев, по учению фарисеев, по ревности, гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочный». Полный набор. Полный набор достоинств. И, в общем-то, подобную, может быть, позицию занимают очень многие люди, которые, я так называю, образно имеют эту копилку достоинств. Она, кстати, есть у каждого человека. Даже если там какая-нибудь одна монетка в этой, я образно говорю, болтается, но и то он там, «Господи, посмотри, вот же у меня тут что-то там бринчит». «Богатство» в кавычках. Знаете, на самом деле, происхождение замечательное, лучше не придумаешь. Образование. Лучше, опять же, нет образования. Деятельность и успех в этой деятельности никто там не сравнится. Самоправедность, говорит, по правде законы непорочны. Комар носа не подточат. Знаете, и вот каждый человек, даже если, повторяюсь, у него этих достоинств там практически нету, но все равно, Господи, посмотри, что у меня есть. Я и здесь то, я и тут то, я там где-то там кому-то там помог. Он находит какой-то добродетель в своей жизни и говорит Богу о том, что, по сути дела, Бог должен на это обратить внимание и ему воздать. Вописание говорит, кто дал ему, Богу, наперед, чтобы он должен был воздать. Кто сделал Бога должником? Какими вещами можем впечатлить Бога, достижениями своими, когда Господь скажет, ну надо же, ну просто я обязан этому человеку воздать. Когда мы приходим, друзья, и выходя на покаяние, каждый из нас это делал, мы приходили с чувством достоинства или недостоинства? Вопрос. Достойный бы на покаяние не шел, ему прощения не надо, он же достойный, ему и помощь не надо. Конечно, я сарказмом говорю. Мы понимали, что мы недостойны, мы понимали четко, ясно, свои согрешения, свое неверие, свои зависимости, свои поступки. И мы шли и говорили, Господь, я недостоин, но я взываю к милости Твоей. Прости меня, прости за мои грехи. И этот первый момент, друзья, не должен быть последним моментом, когда мы, может быть, по мере развития нашей веры, хождения пред Господом, мы никогда, хочу это сказать, не придем в то состояние, когда мы скажем, о Господи, я уже с этого момента стал достойным. Понимаете, о чем я говорю? Мы и будем недостойны, потому что наше достоинство, оно не от наших дел, от нашей самоправедности, от наших, даже хороших вещей. Я, друзья, очень осторожно говорю, я не против того, чтобы мы вели добродетельную жизнь, праведную жизнь, стремились делам милосердия, старались действительно делать доброе, как мы поем, стремитесь или торопитесь сделать доброе, друзья. Я не об этом, я говорю о том, что удостоить нас войти в Царство Божие не может ни одна добродетель, потому что окончательное спасение все равно будет только по благодати, потому что служим мы сегодня по благодати, потому что и молимся мы по благодати, потому что и радуемся мы каким-то победам, событиям нашей жизни, только потому, что Бог незаслуженно одаряет нас своей милостью каждый день. Аминь, скажите. Друзья, мы никогда начавший путь правильно не должны стать на позицию, когда уже Бог нам должен за что-то. И мы можем составить список огромный молитв и постов, и поездок, и произреченных проповедей, и положения, и рукоположения, всего чего угодно. Знаете, друзья, по-прежнему останется важное достоинство, достоинство веры и твоего пребывания во Христе. И все. Поэтому это четвертая категория людей. Люди веры в благодати Господа Иисуса Христа и отношения с Богом они строят не на своих достоинствах, а на основании жертвенной любви и крестного подвига Сына Божия, Который умер и воскрес ради нас. Только на этом основании мы начинаем, продолжаем и заканчиваем наше земное бытие. Только на этом основании. И вот, друзья, если из этого перечня, понятно, ни атеист, ни агностик в принципе Бога удивить ничем не может, угодить Господу может только четвертая категория. Когда ты понимаешь свою незаслуженную или Богом дарованную тебе милость, которую ты никак не заслужил и не заслужишь никогда. Сотник удивительно, но это понял, что смиренный Бог дает благодать, он эту благодать и получил. И третье это то, что этот человек правильно понимал принцип веры, признавая абсолютную власть Христа. Он говорит, я недостойный, и он говорит, Господи, скажи только слово. Я думаю, это неоскорбительно прозвучит, меня удивляет его солдатская вера. Он поясняет, почему. Вот у него такая логика. Сказано, сделано. скажи слово и будет. Не утруждай. Не надо там приходить, там где-то что-то, там как-то, руки возлагать, там особую молитву. Господь, хватит слова Твоего и будет. Знаете, это вдохновило или как-то изумило, повторяюсь, и Иисуса. Почему? Потому что этот сотенький ему показывает или говорит, я человек подвластный. То есть у меня есть там руководство какое-то, и у меня есть люди, которые под моей властью. И там все просто. Я говорю ко мне, и он ко мне приходит. Я говорю, шагом марш, и он уходит. Я говорю там слуге своему, пойди и сделай. И он идет и делает. И он говорит, все просто, Господь. Знаете, мы иногда выводим такую высшую духовную математику, а как же проявить веру, чтобы пришел ответ в мою жизнь. Я помню там в тетрадке своей, когда изучал в институте, на одну страницу там формула не умещается. И мы сегодня пытаемся вывести такие какие-то секретные формулы духовные, которые позволили бы нам там вот точно придет Божий ответ. Знаете, этот сотник не был никаким духовным математиком. У него было все просто. Господи, скажи слово и будет. И важно, очень важно, друзья, я об этом не говорил в предыдущих собраниях, он не просто верил в приказ. Вот если бы условно говоря пришел ефрейтор и сказал майору, шагомарш, майор бы сказал, солдат, строится, сейчас я с тобой разберусь. Почему? Потому что важно не сам приказ, а важно, кто его издает, кто его посылает, кто говорит это слово. И поэтому здесь сотник не просто он верил, что вот, он верил то, что за этим словом стоит тот, у кого есть особая власть и могущество. И слово этого для него он был Господь, он называет, это будет достаточно, чтобы пришла помощь. Иногда, друзья, мы верим в силу поста, мы верим в силу молитвы, многих долгих молитв, мы верим в убедительность слов свидетельства, мы верим в провозглашение, да есть особое учение, провозглашай, верь, будет, провозглашай свою жизнь, одно, второе, третье, там будет, совершится. Мы верим в елей, помазание, когда молятся за исцеление, мы верим в руки служителей, которые возлагают на нас руки, когда совершают такую молитву, мы верим группой освобождения, мы верим там группой душепопечения и тому подобное. Я не хочу сказать, что это все плохо. Мы строим наши отношения с любыми людьми на основании доверия и веры в том числе, но я хочу что сказать, друзья, что если у нас нет веры в Бога, Его могущество, то все это напрасно. Если я верю в молитву, но при этом забываю о том, что или кто стоит за ответом на эту молитву, то я просто верю в слова или провозглашение или там кого-то еще в человека и так далее. Мы должны верить так, как этот сотник Господь у тебя власть, Он не мог читать Писание, Он не знал этих событий, но мы с вами читаем и обратите внимание, приходит, Господь там исцели меня, если хочешь, хочу очистить, уходит эта проказа. Приходит там или приводит там одержимого и Господь провозглашает дух немой и глухой, я повелеваю тебе выйди из него и впредь не входи в него, уходит бес. Шторм, буря, написано умолкни, перестань, волны утихли, шторм этот перестал быть, лазер мертвый лежит, там уже смердит, подходит лазер, выйди вон, выходит. Друзья, это о ком? Это о моем и твоем Боге, который и тогда, и сегодня тот же, у которого вся власть, у которого вся сила, и поэтому не в силу наших провозглашений мы больше ожидаем от веры в наши действия, чем мы ожидаем от веры в Иисуса Христа. Надеюсь, вас не запутаю, что вот я это, 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 это сделал, значит, должно сработать, и я верю, что это сработает. Но если ты не имеешь веры, что Бог это может сделать, тебе ничего не поможет. У Него власти сила. Он имеет это, Он Бог-сидержитель. Написано, что Словом Господа сотворены небеса и Духом уст Его все воинство их. 32-й Псалом. Его Слово имеет силу. Мы даже поем Псалом. Чьим словам поверишь ты? Вопрос вызова. Я буду верить чьему Слову? Слову Господа. Я верю того, кто имеет власть исполнить и привести в действие свое Слово. Как-то мне переслали одну картинку. Хочу, чтобы сейчас вывели наши технические работники. Там подпись очень такая важная. Он просто не знал, что это невозможно. Я когда получил эту картинку в Айбере, посмотрел, знаете, и так подумал. На самом деле, знал бы и не рос, и не расцвел. Слава Богу, что не знал. Просто делал то, что должен делать. Просто рос. Я специально попытался вывести эту картинку. Я сейчас не утверждаю веру в себя. верь в свои силы, верь в свои возможности, получится. Не об этом речь. Речь идет о том, что Он просто рос и вырос. Переиначивая к нам, просто верь. Просто верь. Проблема в том, что мы живем информационное время, и мы много знаем. Знаете, мы больше знаем, что невозможно нам, чем верим, то, что Богу все возможно. Повторюсь, мы больше знаем, что невозможно нам, чем верим, то, что Богу все возможно и верующему в Него. И наше знание иногда просто обнуляет нашу веру. Невозможно, чтобы Он покаялся. Невозможно, чтобы меня взяли на работу. Невозможно, чтобы моя личная жизнь поменялась. Невозможно, чтобы этот муж нечестивый поменялся. Невозможно диагноз. Невозможно еще что-то. Друзья, мы хорошо знаем, что невозможно, повторяюсь, нам. Но давайте больше верить, что для Бога ничего невозможного нет. Вот у сотника было все просто. И он получил ответ. И слуга был исцелен, и болезнь отступила. Но прежде он получил то, чего не просил и о чем не помышлял. Он отдостоился того, что Бог отметил его и похворил его. А Писание говорит, что достойен не тот, кто сам себя хвалит. Вописано, кого хвалит Господь. Ответ пришел. Вера его сработала. Я поэтому повторяюсь, я об этом вначале говорил. Молясь, прося Бога, ища того, что вдохновит нас, доставит нам довольство. Давайте, братья, сестры, не то, что даже иногда, а давайте молиться о том, чтобы Господь наделил нас той верой, которая доставит довольство Ему, которая доставит то, что понравится Ему. Вот в этих простых вещах. Любовь действующая или вера действующая любовью, смирение в осознании своего недостоинства и простая, искренняя вера. Господь, по слову Твоему, все возможно, потому что Ты Бог всемогущий. Аминь, скажите. Давайте мы поднимемся. Мы будем совершать сейчас молитву, и первое, кого я хотел пригласить сегодня для этой молитвы, это кого-то из нас, верующие люди. Может быть, сегодняшняя ваша вера терпит какое-то крушение, может быть, надорвано отношение с Господом, может быть, вы долгое время ищете, поститесь, молитесь, ответ не приходит. Может быть, что-то стало причиной вашего разочарования, и вообще ни хождение в церковь, ни молитва, ни Слово Божье больше вас не вдохновляет. Друзья, это доброе время для вас восстановиться в своей вере и в своих отношениях с Господом. Это время прийти к Иисусу и сказать, Господь, я действительно, может быть, надломался. Моя вера не столь сильна, как хотелось бы, а может быть, порой и уже совсем нету. Но тем не менее, повторяюсь, Бог есть, и ищущим Его Бог воздает. Вот, позыщи Его, призови Его, поверь действительно, что Бог наш – это Бог всемогущий. Отвергни знания, которые смущают тебя и показывают, что твоя жизнь или твои обстоятельства, они неизменны и ничто не способны их изменить. Богу возможно. Тебя, прежде всего, укрепив вере. Вторая категория, друзья, это те люди, которые, может быть, первый раз сегодня, и я говорил об этом покаянии, начинаются с осознания своего недостоинства. Очень люди часто попадают в эту западню, когда считают, что Богу надо же прийти достойным. Друзья, к Богу идут недостойные, которые понимают, что есть проблемы, есть грех, есть зависимости, есть неверие. И поэтому Бог принимает. Бог не изгоняет вон. Бог ждет сегодня вашего выгода и вашего простого слова, прежде чем Он скажет свое слово «прощен идию предних греши», Он ожидает простого слова «прости, Господь». Очень важное слово, которое определит всю вашу будущую жизнь. Братья, пройдут сюда вперед. Церковь Божья готова молиться за вас, друзья. Выходите для этой молитвы. Призовите Господа сегодня. Доверьте Ему. Не останьтесь в состоянии вот этого, может быть, атеистического сердца, которое ни во что уже не верит и ни в кого. В этом нет выхода. Только ужас могилы. А Бог пришел, чтобы мы имели жизнь, чтобы имели жизнь с избытком. Идите к тому, кто силен дать этот избыток. Бог богат для каждого, и Он нелицеприятие. Ждем вас, и ждет вас Господь.